Делегация Гомельской области приняла в делу международные навыково-практичные конференции «МОЦ у кукурузы», которая прошла в Минску. Увага до этой культуры в нашем регионе тем более значная, что миновито кукуруза является основой кормового рациону громадского статка. Олег Синцеров протягнет. Сегодня нет ни одной страны, где бы не выросли кукурузу. Причем вся лекция вышла на такой уровень, что королеву полю теперь можно увидеть на Сибири. Мы эту международную конференцию в Минску ознаемся с опытом выросшивания и новыми перспективными гибридами. Сяруют у денег у конференции навыково-практики с Беларуси, России, Украины, Казахстана, Франции и Польши. Эффективность в отворчестве и прибыток для агропромыслового комплекса – это главная показатель. Сегодня у сельско-господарших предприемств Беларуси 4 млн 300 тыс. головбойной рогатой живёлы. За обеспечение кормами такого статка – задача непростая. Для Гомельской области она ускладняется еще изменением климата с протяговыми периодами засухи. В плане включения кукурузы в рационные жвачные животные, в частности коров, является более чем оправданной, потому что на сегодняшний день не существует ни одной культуры, которая могла бы сравняться по концентрации обменной энергии и по способности влиять на молочную продуктивность. Поэтому и в условиях Гомельской области, Гомельская область из года в год страдает засухами, это та культура, которая переносит засух. Организаторы семинара, Министерство сельской господарки и харчевания и международная компания «Сингента» их супрационерство протягивается уже в маль 20 годов. Тесное взаимодействие у компаний с господарками Гомельской области – от проведения демонстрационных показов до полевых выпробований у новых гибридов кукурузы. Их выники свечат, многие дозволяют повысить урожайность у разы. Основный стремляющий фактор – кост, який значительно выше за традиционные готунки. В прошлом году наши гибриды присутствовали в Гомельской области достаточно широко, и отзывы были только положительные. То есть за счет некоторых гибридов, таких как «Делитоп», таких как «Гитага», многие хозяйства делали хороший результат. Кроме того, в этом году в хозяйстве «Беларусьнефть» особенно, наш гибрид «Делитоп» был на лидирующих позициях. То есть за счет этого они закрыли многие вопросы по зерну. Увага до молочной живелогадовли толмачится просто. Починаючи с 2000 года, вытворность молока в Беларуси повеличилась в 7 разов. Это дозволило не только забеспечить уластную харчовую беспеку, а и увойти в топ-15 суцветных экспортеров. Для дальнейших росту необходима якостная кормовая база и миновита кукуруза – головный поставщик энергии у рацион громадской остатку. Иншая справа, что при работе с этой культурой необходимо строго выконовать агротехничное потребование на всех этапах, от селбы до нарыхтовки и заховывания непосредственно для Гомской области проблема у недокопии техники, что часом не дозволяя проводить все работы в оптимальный термин до наступного сельскохоспадача года. И она повинна быть вырешена. Сейчас вопрос прорабатывается по распределению техники. Обещают до Нового года часть техники, которую мы попросили произвести, обещают, в частности, трактора МТЗ. Остальное до начала посевной, значит, посевные агрегаты, машины для внесения органических удобрений и трактора до 14 кН, они должны поступить в хозяйство. Материалы конференции будут накированы у регионы для проведения учебы специалистов. Олег Сентюров, Валерий Гипанько, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.